Жизнь для нас разделилась на до 24 февраля и после 24 февраля. Мы сейчас едем по Рю Куазетте у Канна. Ну вот первые месяцы я вообще сжила с ощущением, что это вот завтра все закончится, и завтра мы вернемся домой, причем сядем в самолет и полетим прямым рейсом. В апреле, когда я уже работала с тремя терапевтами, но все равно находилась в жуткой эмоциональной яме. Падают шторы, и ты просто не можешь остановиться. И я чувствовала, что я хочу сделать себе больно. Блин, Мартина, стоп! Всем привет, вы на канале Быть Гоцей. У меня мурашки по коже от этой фразы. Блин, Мартина, стоп! Всем привет, вы на канале Быть Гоцей. Я полгода не могла найти в себе силы сказать эту фразу, потому что я понимала, что она будет звучать иначе. Жизнь для нас разделилась на до 24 февраля и после 24 февраля. День начала войны изменил многое. Я стала другой, и вы стали другими. Мир стал другим. И этот канал, наверное, никогда не будет таким, как был прежде. Мы не удаляли никакие серии, несмотря на то, что я считаю, что последние из них вообще просто не актуальны. Но, тем не менее, мы не удаляли ничего, мы не зачищали канал. Спасибо за вашу поддержку, за то, что вы пишете, что вы продолжаете его смотреть. Мне приятно. Очень многие интересовались, как и у меня, так и на канале Мартины. Кстати, Мартина, я тебя поздравляю с твоим каналом. Спасибо. Мартина сейчас за кадром. Она сегодня и модератор, и оператор, и продюсер. В общем, все. Теперь она all in. Итак, многие интересовались, где я была эти 6 месяцев, где я пропала, почему я не веду канал. Скажу честно, у меня происходило много разных вещей, и разрушительных для меня, в том числе не только у меня, у миллионов украинцев. И, вы знаете, Мартина сказала очень правильную вещь, что канал YouTube можно вести, вообще, в принципе, общаться с аудиторией, только когда ты в ресурсе. Я не была в ресурсе. Сейчас я чувствую в себе силы. Это у нас пробная серия, честно, мы договорились. Мы посмотрим после монтажа, если она выйдет в эфир. Если вы ее видите, значит, мы решили ее заэфирить, но на сегодня это еще не точно, что она выйдет в эфир. Сегодня я с вами поделюсь тем, что происходило в моей жизни, своими переживаниями, тем, что происходило в моей семье. Как поменялись мои ценности, какие новые привычки, какие старые отвалились, что стало совершенно неважным и утратило свою ценность. Я осознала много всего интересного о своей жизни, о себе, об окружающих меня людях. И я поняла, что то, что я больше не хочу делать, это быть полезной. Да, я больше не хочу быть полезной. Надеюсь, эта серия не будет вам полезна. Надеюсь, эта серия была вам полезна. Насколько эта серия была вам полезна? Насколько вам эта серия осталась полезна? Насколько этот выпуск вам понравился и был полезен? Если эта серия была полезна для вас Ну, правда, я устала Потому что, когда ты полезен, то люди перекладывают потом ответственность, в том числе за свою жизнь, на тебя Потому что они чувствуют в тебе, как будто бы ты своей пользой разделяешь их ответственность за свою жизнь Поэтому я больше не хочу раздавать полезных советов Я хочу просто жить Если вы будете проживать какие-то минуты, я не знаю, сколько у нас получится минут эфира Со мной? Окей, let's do it If not, that's ok Я подтянула, кстати, английский Мы ходим на английский Easily, easily, just easily Ну, на этом канале нельзя, но мы можем сделать с нуля англазичный канал И деньги зарабатывать, знаешь, сколько там денег? Калерика будет нас смотреть Да, мы это делаем, кстати, в новом формате Мы удешевим все максимально, поскольку сейчас абсолютно нет никакой возможности тратить большие деньги на качественный продукт Поэтому, если вас не устраивает звук, свет, одна камера Ну, то есть, это исключительно Расфокус Расфокус Это, пожалуйста, восьмерка нечеткая или что там еще Это вообще никого не волнует Вот просто никого не волнует Можете даже не писать Мы это снимаем, спасибо, что не на телефон Ладно, давай по-европейски убираем весь люкс Мои любимые кроссовки с декатлона за 40 евро Короче, ничего не изменилось Ну что, крихетка, поехали? Чи шо? Как солнце не зайде, не гритнем из гори Кого сгадаешь ты? Чи це буду я? Розкажи А ты с Клибником общаешься? Ну так, мы на связку Вон мега активный Его позиция и все, что он делает сейчас для страны Это невозможно просто оценить Мы сейчас едем по Рюк-Фуазвеце У Канах, где рік тому, 12 липня, на второй день после моего дня народжения Мы гуляючи жартували про то, что когда мы будем старые В летнем веке будем поважать век Мы обязательно будем где-то тут жить и кайфовать Квартира 36 квадратных метров 279 тысяч евро Окей, ну нам там будет тесно, поскольку у нас трое детей пока на двоих Итого нам нужна квартира хотя бы метров 100-метровая квартира с бассейном, прекрасно, 600 Касар скинули Итого лимонна старость Ладно, пойдемте еще погуляем Пойдемте еще поснимаем И так мы тут живем Когда я планировала, я мала на увазе, что мои парубки уже одружатся Я буду уже полностью свободна А сейчас у меня было 8 людей в доме А сейчас уже 6, но от этого не легче чему-то Это просто подтверждает, насколько наши думки реализуются Насколько обережно треба Отправлять у всесвит думки и речения и слова На эту тему можно просто снять окремое видео Чего не можно говорить И как нужно формулировать свои желания Есть еще одно видео, где мы просто идем обвинявшись Там есть классная стежка И ты говоришь Так, мы будем в старости с тобой ходить с этой стежкой Слушай, мне же виповнилось 38 лет Можливо, это уже просто старость Сейчас я буду писать Наталя, какая у тебя хорошая украинская мова Так, у меня очень хорошая украинская мова А скажи, как ты ее изучила? Ну, во-первых, вся моя родная по татове линей Украино-мовная Мой отец из Ивано-Франкевской И большая часть родины у меня в Львове Тобто в детстве я разговаривала с батьком Украинской, а с мамой Иншою мовою Не англійською Иншою, но не англійською И потом мои родители разлучились Я почти не использовала Украинскую мову А потом у меня был кастинг для проекта Runway Show Подиум по-украински Украинская версия Где Мартина Макеева Она делала кастинг И выбрала мене ведущую И мне довелось взять вчителя Для того, чтобы быть ведущей в этом шоу Это был экспресс выучение украинской мовы Экспресс Просто за два месяца Сейчас я закажу, иду и расскажу Расскажу обо всем Расскажу всю правду Расскажу все, как есть Расскажу все, как было Ничего утаять не буду, но при этом я буду есть У меня рука не поднимается Опубликовать сторис в инстаграм Давай это сделаешь ты Ты публикуешь сторис в мой инстаграм Я просто этого так давно не делала, что я не могу Переступить вот этот вот порог Когда нужно это Ну, когда можно просто с легкостью это сделать А можно я просто возьму и опубликую? Это будет странно, нет? Блин, зачем я это все думаю? Ты понимаешь, вот я столкнулась с тем, что мне начали предъявлять свои ожидания относительно меня Хотя, опять-таки, чужие ожидания это чужие проблемы Но, когда тебе так много пишут и говорят, как бы ты мог поступить Как бы ты мог сделать, но ты не сделал И ты смотришь и мало того, что у тебя пропадает желание вообще в принципе что-то делать Включается агрессия И вот это вот чувство долга, которое в тебя вселяют посторонние, незнакомые мне люди Вызывает во мне, внутри меня чувство вины Оно у меня проявилось в нескольких позициях У меня появилась полнейшая социофобия Ну, то есть отторжение вообще каких-либо контактов То есть, когда я кроме необходимости Ну, действительно есть необходимость общаться с детьми, общаться с моей семьей, которая здесь Моя мама, моя невестка Ну и, конечно же, поскольку я человек глубоко травмированный в своем прошлом И у меня всегда это проявлялось через желудок Конечно же, мой желудок это первый был индикатор того, что я в жопе Ну, от того, что я в эмоциональной яме Вот, перефразировала А что написать? О боже, я как ребенок, у меня ладошки влажные Что написать? Снимаем? Цей день настав Цей день О боже, я придумала гениальную My god, I just did it А ты будешь есть? А давай выпьем кока-колу В марте у меня было плюс 6 А потом я еще поднабрала 2 Итого 68 килограмм я весила Ну, это много для меня Ну, кто-то скажет, что немного для 1,81, но в массе, когда высокий рост, это смотрится очень объемно Мартина сидит на меня, смотрит такая в марте и говорит Нато, ну вот, знаешь, видно Когда я старалась сесть поесть, у меня падала штора Наверное, это где-то, я не знаю, с чем сталкиваются алкоголики и наркоманы Но, в принципе, я уверена, что те же отделы мозга отвечают, когда ты сталкиваешься с такой проблемой с едой Падают шторы, и ты просто не можешь остановиться И я чувствовала, что, ну, то есть я хочу сделать себе больно Это нормальный, обычный для меня паттерн поведения, такой разрушающий Меня, мне нужно было сделать себе больно за счет как раз вот не просто чувства сытости, а чувства перенасыщения Мне становилось легче, тут у меня, получается, переключался фокус внимания на ненависть к себе, конечно же Пока ты ездила за батареей, у нас случился маленький конфуз, села камера Здесь еще было авокадо, я сделала фотографии, если что, можно поставить Доктор Толстика бы похвалила за этот болт, потому что он внутрительно ценный, хотя мне вообще пофиг Я, честно, ем, что попало, я стараюсь очень Я и Кока-Кола На фоне всех, всего, что происходит в мире, и каждый день какой-то новый премьер-министр предлагает нажать красную кнопку Становится совершенно пофиг Становится совершенно пофиг Мы потом мороженое будем есть То есть, такое ощущение сейчас, что лета вообще не было Но каждый день тянулся так долго Наверное, я только в июне начала приходить в себя Набрала я буквально супербыстро, в месяце полтора Вот, а потом сбрасывала Ну, я параллельно, я проходила терапию И параллельно с этим работала с собой и налаживала свое питание Я работала параллельно с тремя терапевтами Наверное, потому что было наслоение Вся эта социофобия, нежелание общаться ни с кем Нагрузка от того, что моя вся семья большая переехала И, ну, также мои близкие люди, которых я не могла То есть, женщины, дети были со мной И для них был большой стресс жить в Европе Для людей, которые посещали Европу А кто-то был совершенно первый раз То есть, я несла ответственность за большое количество людей У меня не было выбора, мне нужно было держаться Мне нужно было быть сильной А сил-то у меня внутреннего ресурса и не было Поэтому три психотерапевта работали со мной параллельно Вот, частично мы работали как раз по конкурсивному перееданию Частично по моему опустошению И нежеланию включаться в какие-то глобальные вещи Нежелание вести соцсети У меня было полнейшее, кстати, отвращение от них До сегодняшней минуты, когда я опубликовала сториз Если вы подписаны на мой телеграм-канал Вы видели, несколько месяцев назад я возобновила тренировки Правда, последний месяц я проводила только исключительно с детьми Я им сказала, никаких тренировок, никаких уроков Я освободила их от уроков Они, кстати, молодцы, они учились все лето Буквально вот три недели в августе они отдохнули И мы поехали... это было классно Мы поехали впервые на машине со всеми детьми С моей невесткой поехали в такой тур Мы поехали в Италию Оттуда переехали в Германию Это было сложно, конечно, физически Но это было очень увлекательно Так, прошел час И у меня стоят пятьдесят два сердечка и сто тридцать пять огонечков Класс! А еще пятьдесят семь человек поаплодировали И один посмеялся А пишут... давай посмотрим Ура! Очень! Ой! Я просто все открывать не буду Ура, 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 ура! Ура! Сердечки, сердечки! Да, я сделаю вот это вот! Мне очень приятно И в определенный момент я поняла, что мне нужно дистанцироваться от еды И вообще, в принципе, ну, то есть не заходить на кухню Не посещать кухню, когда едят дети Чтобы вот не было вот этих вот срывов Мне нужно было взять себя в руки Я исключительно начала есть где-то... Вот я нашла здесь классное кафе Называется Покемама И там делают... там можно составить себе такой болт Только ты сам себе его составляешь Вот, и я начала выезжать раз в день, чтобы съесть И я остановилась на том, что, ну, опять-таки, ни в коем случае нельзя повторять мой опыт Кстати, доктор Толстикова тоже мне консультировала Я объяснила всю ситуацию Она сказала, если тебе сейчас комфортнее есть один раз в день Ешь хотя бы один раз в день, но ешь что-то лимитированное Чтобы не было этих срывов компульсивного переедания Ну и, соответственно, потом булемии А потом чувство вины, слез и всего остального Это был рецидив спустя 13 лет Вот такого затяжного, долгого состояния, низкого, у меня не было У меня были какие-то вспышки, когда... какие-то проблемы в отношениях Когда... ну, вот бывает такое Это было раз в несколько лет И это было точечно Но вот такого затяжного и серьезного Я понимала, что... ну, как бы я видела состояние кожи, постоянное сыпь Это... а все одно на другое Вот вызывало вот у меня чувство Ну, собственного... собственной, не знаю, чмошности блины Я даже не знаю, как это объяснить Вот так я себя ощущала Я приняла решение есть вне дома Один раз в день В моем случае это было в качестве медицины, в качестве терапии Я, слава богу, не из тех сумасшедших людей, кто смотрел там фильм про принцессу Диану Которая не останавливала ничего И она могла это делать на светских мероприятиях и, в общем, везде То я из тех людей, что пока там... я доходила домой, меня уже отпускала и я могла дальше заниматься делами Вот А, вот зачем ты мне дома ела, господи Я до меня только сейчас дошла Да? В апреле, когда я уже работала с тремя терапевтами, но все равно находилась в жуткой эмоциональной яме Меня не отвлекала ни гуманитарная работа Несмотря на то, что я ежедневно работала на складе, выполняя самую тяжелую физическую работу Но частично я компенсировала тренировки И бралась только за погрузку самых тяжелых коробок И всю свою волонтерскую деятельность, которую я вела с двух телефонов Мне кажется, я просто ложилась поспать Но мозги мои не отключались Я чувствовала себя отвратительно И у меня была дикая потребность поехать в Украину Мне хотелось просто побыть там Я не знаю на каком уровне На уровне помешательства То есть я закрывала глаза и я видела, как я туда добираюсь Я планировала, я смотрела Я просыпалась в среде ночи, смотрела, куда я могу долететь Ближайшая точка Кишинек по-прежнему был закрыт Была открыта Варшава Как же переходить границу? В общем, вот эти все мысли не давали мне покоя Я поняла, что мне просто нужно собраться и ехать Я взяла билет, простроила себе маршрут Подговорила приятельницу Ее семья тоже была категорически против, как и моя Чтобы мы отправлялись вдвоем с ней в Киев Но мы все-таки отправились Мы встретились с ней в Варшаве Поехали на трансфере до Львова Я стояла на вокзале и ждала поезд И я впервые услышала воздушную тревогу И мне это очень важно было Мне было важно пережить это все Пережить весь этот ужас, всю эту панику Бегущие люди, и я с ними бегу Мы прячемся в укрытии И много разных мыслей о том, что я, может быть, зря Ради того, чтобы мне стало легче Пренебрегла тем, что дети под какой-то угрозой Ради того, что они могут остаться без матери И мне показалось абсурдным, что я стою во Львове Так случилось, что в тот момент, когда началась война Я была в Европе, а мои дети были в Киеве И мне потребовалось организовать их вывоз в Европу ко мне Это заняло 9 дней 9 дней просто сумасшествия 24 часа на телефоне, обзванивая всех близких родственников И ища все возможные выходы, как можно их быстрее и безопасно вывезти из Украины Ну, конечно, их и маму, и всю-всю-всю семью Я сходила с ума Я сходила с ума, но когда они приехали, я думала, что я выдохнула Я выдохнула, и у меня активировалось вот это вот чувство вины за то, что я не находилась там И я не понимаю всей боли, трагедии, и не понимаю, как было всем остальным людям, что они пережили И для меня было очень важно поехать в Украину Для меня было очень важно поспать в подвале под сиренами Для меня было очень важно видеть свой город в том ужасном состоянии, в котором он пребывал Со всеми блокпостами и досмотрами Но мне стало легче Я вернулась после этого в Европу И еще с большим желанием Уже прям с искренней энергией Возобновила всю волонтерскую деятельность Продолжала работать на складе Но, честно, уже с какой-то более спокойной душой Ну, и мне этой поездки хватило, по-моему, на месяц Через месяц меня опять понесло в Киев Но я уже посетила людей, увиделась, кто остался Какие-то специалисты Всех хотелось обнять, всех хотелось поцеловать Вот, и после этого, конечно, я в Киев езжу Поскольку у меня модельный опыт мой давал мне кучу возможностей путешествовать И остаться в любой стране, где я захочу И, в принципе, я и детей могла оставить бы с собой и воспитывать Но я очень люблю Украину И Киев — это идеальный город для жизни И, безусловно, и я, и мои дети, мы планируем жить там Очень скоро мы все вернемся в Киев И будем восстанавливать нашу классную, счастливую жизнь в моем родном городе Ты коренная Киевля? Да Родилась я в Киеве, на Троещине Там и родилась, там и выросла О, да Ну, вот первый месяц я вообще сжила с ощущением, что это вот завтра все закончится И завтра мы вернемся домой, причем сядем в самолет и полетим прямым рейсом Ну, то есть это прям вообще была полная уверенность в этом Потом как-то единороги рассеивались, розовые очки сползали И, как оказалось, несмотря на то, что я мега ответственный человек перед своей семьей Ну, то есть я оказалась не готова к этому Я видела свою жизнь исключительно в Киеве Все остальные города я всегда рассматривала как перманентное нахождение И никогда не задумывалась о покупке недвижимости где-либо Не знаю, я и сейчас не задумываюсь, я об этом не думаю Я не пытаюсь здесь сделать Я делаю привычную работу, которую я умею делать Я продолжаю работать с агентствами, провожу съемки Но вот так вот, чтобы пытаться якориться, что-то оформлять Или у меня нет такого ощущения Может быть, это безответственность перед моей семьей, но мы хотим домой У меня классное материнское агентство Они находятся в Варшаве, но представляют мои интересы по всему миру Больше всего я сейчас работаю в Германии, в Варшаве Делала съемки в Испании и во Франции Мне постоянно присылают с Австрии Ты где-то везтишь? Да, и в Австрии Да, да, да Это что за бренд? Да, это, кстати, австрийский бренд Я их амбассадор уже не первый сезон Вот, и сейчас у меня получилась прям сильная накладка Они со мной не подписывали никакого авторского соглашения Ну типа эксклюзив, да, то есть есть гонорар И есть использование материала Они говорят, допустим, делают съемку, оплачивают мне гонорар И потом используют материал, если это наружная реклама, если это печать, если это социал-медиа От этого увеличивается кейс Вот, и я сейчас сняла кампейн этого сезона для их конкурента Mark Cain У нас есть, кстати, в Киеве магазин в Океан Плаза, по-моему Ты знаешь Mark Cain, да? Мы сейчас это делаем Вот, я сняла кампейн, и ребята очень, Airfield очень расстроились И они такие говорят, как ты могла снять нашего конкурента Ну как бы, ну блин Мы так с тобой пообедали, что у меня платье расстегивается Причем в районе желудка Для меня очень важно, что все мои родные, все мои близкие в безопасности За это время, вот будучи уже в Европе, мы потеряли бабушку К сожалению, бабушка ушла от нас И это такой момент, она родилась в войну И умерла в войну И это, блин, страшно Вот это такая потеря, которую мы переживали всей семьей очень глубоко Потому что сильно ее любили Много потерь, слушайте, для всех это стресс И каждый может стрессовать по-разному Я очень много времени уделяла своей семье Впервые, впервые Со своих 17 лет я пожила со своей мамой Мамочка, я тебя очень люблю Но для взрослой девочки 38 лет Вот, пожить с мамой в этом возрасте Это, конечно, тот еще экспириенс В принципе, наверное, относительно легко Могло быть и хуже Но как для взрослого человека Приехать в страну, где она не понимает порядки И все кажется намного сложнее Была тяжелая адаптация Вот, но мы справились Мы справились, мы были друг за дружку Самое интересное, что мы теперь будем снимать все, что захотим И когда захотим И эфириться будем, когда захотим Это обязательно условие Потому что я приняла решение Позволять себе делать то, что я хочу Ну и тебе разрешаю Не будет до встречи через неделю До встречи тогда, когда у нас получится встретиться Я уверена, что мои искренние подписчики Которые просто приходят провести со мной время У вас есть свободное время У нас вот с Мартиной сложилось, что есть свободное время После этого я улетаю, Мартина улетает Она с ней работает, снимает Я работаю, снимаюсь И как бы мы будем встречаться Делать то, что нам в кайф Болтать на темы, которые нам интересны Встречаться с людьми, возможно Есть много моих специалистов С которыми я работала В том числе, кстати, психотерапевты Они все сейчас в Европе Можем к ним съездить в гости Послушать их рекомендации Относительно восстановления Мы сейчас не снимаем ничего полезного Так это будет бесполезно Мы нальем Викторию шампанского И это будет бесполезная болталка Ну и, наверное, какие-то напутственные слова Делайте то, что вам нравится Прекратите поучать других Сделайте лучше них Если вам кажется, что кто-то сделает недостаточно То подумайте о том, что когда это сделаете вы Возможно, это будет лучше, больше, полезнее и все такое Я была рада нашей встрече Мне правда стало легче поговорить с вами Ну и до встречи, ваша гоция До побачення, телебачення Слава Украине Вернув меня О, да О, да Продолжение следует...